Вот это все, что осталось от нашего поголовья. На данный момент мы пережили три падежа. У нас крольчатник 200 квадратных метров. Он полностью был заполнен клетками, кроликами. Кроликовод из Иландского уже потеряла более тысячи домашних особей. Убытки для частного фермера колоссальные. Началось все в июле. Тогда неизвестный вирус скосил три четверти поголовья. Светлана Кунцевич руки не опустила. Потолок и стены в крольчатнике обработали, клетки сожгли, поставили новые. К сентябрю из Башкирии привезли 47 породистых зверьков. Но их настигла та же участь. Восстановить хозяйство попробовали вновь. Но в канун Нового года история повторилась. Все самки, окролившиеся благополучно и выкормившие до 20 дней крольчат, все до одной умерли вместе с крольчатами. То есть это еще раз подтвердило подозрение мое на то, что это не просто ВГБК, вирусная геморрагическая болезнь. Потому что при колоссической болезни вирусной умирают кролики после трех месяцев. Если они заболели или инфицировались. То есть молодняк при этом заболевании не умирает. Ни местные ветеринары, ни краевые не смогли установить, из-за какой болезни гибнут кролики. Говорили о подозрении на геморрагическую лихорадку, но заключения не было. Женщина посвятила последние месяцы изучению этого вопроса. Списалась с фермерами из разных районов края и выяснила. Кролики с такими же симптомами, начиная с лета прошлого года, гибнут в Тосеево, Канске, Ирбейском и Зержинском районах, Емельяново, Железногорске и Красноярске. В сентябре мы рассказывали о случае в Канске. Светлана отправила трупы павших животных в исследовательский центр во Владимир. Геморрагическая лихорадка подтвердилась. Но было очевидно, что вирус мутировал. Накануне пришел ответ. Это новый штамп вируса, ранее который выявляли только в двух регионах страны, в Твери и Подмосковье. Зараза добралась до Сибири. Официально Краевой службой ветеринарного надзора на хозяйство наложен карантин, в рамках которого ввоз на ее территорию и вывоз за ее пределы кроликов запрещен. Впрочем, как и запрещен вход сюда посторонним людям. Мы можем только войти во двор, постоять на дезинфицирующем пороге. И, в общем-то, все. Дальше проходить нам нельзя. В крольчатник может входить только хозяйка и ветеринары. Сейчас они делают все, чтобы помочь Светлане сохранить выживших кроликов. На въезде в микрорайон, где расположено хозяйство, даже установили шлагбаум. Мера обязательная при карантине. Мы сделали по Иландску, поскольку он неблагополучный, подворный обход. И там, где очаг, там будет эпизодическая ситуация, там будем гасить, дезинфицировать, карантинировать, ревакцинировать. По строгим контролям. А те, которых мы выявили в сходе опроса населения, будем просто прививать. Обычная вакцина не поможет. Во Владимирском центре, специалисты которого приезжали к Иландскому фермеру, чтобы повторно взять образцы для изучения, работают над прививкой от второго, нового типа геморрагической болезни. Пока ее в свободном доступе нет. Местный ветотдел заказал партию и скоро приступит к вакцинации. Анастасия Мосина, Александр Шумилин, Енисей, Новости.